Здравствуйте, мои дорогие. Ну что ж, вот и начинается новая книга. Называется «Я, Элтон Джон. Эпилог». Посмотрим, с чего начинается эта прекрасная книга. Издательство Эксмо. Элтон Джон. Я, Элтон Джон. Посвящается моему мужу Дэвиду и нашим чудесным сыновьям Закаре и Элайджа. Особая благодарность Алексису Петридису. Без него этой книги бы не было. Пролог. Стоя на сцене клуба «Латина» в Южном Шилце, я вдруг отчетливо понял. Все, с меня хватит. Таких клубов для ужина в 60-е и 70-е по всей Великобритании было пруд-пруди. И все примерно одинаковые, вроде этого «Латина». Праздные посетители в костюмах и платьях сидят за столиками, едят жареных цыплят из картонных ведерок, запивая вином в оплетенных бутылках. Везде абажуры с бахромой, на стенах тканевые обои. На эстраде идет программа в духе кабаре с конферансье в галстуке бабочки. Будто из замшелого прошлого. А на дворе зима 1967 года. И звезды рок-музыки загораются так стремительно, что голова идет кругом. Здесь же в «Латина» единственная примета свингующих 60-х, разве что мой кафтан да цепь с колокольчиками на шее. И все это мне категорически не идет. Я выгляжу как финалист конкурса на самого нелепого из британских «Детей цветов». Кафтаны-колокольчики – это была идея Джона Болдри, иначе долговязого Джона. Я тогда играл на клавишных в его бэк-группе под названием «Блюзология». Джон недавно обнаружил, что все остальные команды стиля ритма и блюз внезапно ударились в психоделику. На прошлой неделе «Зуд» Манэс Биг Ролл Бэнд еще выступала с репертуаром Джеймса Брауна. А теперь они вдруг называют себя «Колесница Дантелиана». Выходят на сцену в белых хламидах и жалобно поют о том, что вот придет третья мировая и уничтожит на корню все цветочки. Джон решил, что мы должны следовать примеру коллег хотя бы в отношении моды. Вот нас и нарядили соответствующим образом. Музыкантов и бэк-вокал в дешевые кафтаны самому же Джону шили эксклюзивные одеяния в «Тейк-сикс» на Карнаби-стрит. По крайней мере, он так думал. Но однажды прямо во время выступления заметил среди публики кого-то точно в таком же кафтане. Тогда он оборвал песню прямо посредине и начал орать. «Ты где взял эту рубаху? Это же моя рубаха, блин!» Такой выпад несколько противоречил образу человека, чей кафтан призван символизировать мир, любовь и всеобщее братство. Но я обожал долговязого Джона. Забавный, шумный и эксцентричный гей, выдающийся музыкант, возможно, величайший мастер игры на 12-струнной гитаре во всей Британии. В начале 60-х он был звездой британского блюза. Играл с Алексисом Корнером, Сирилом Дэвисом и Роллинг Стоунс. И знал о стиле блюз абсолютно все. Стоять рядом с ним уже значило получать образование. Лично мне он открыл огромный мир музыки, который раньше я не слышал. Джон был невероятно добрым, великодушным человеком и обладал редким чутьем на таланты. Умел увидеть в музыканте то, о чем никто пока не догадывался. Так было со мной, а еще раньше с Родом Стюартом, выступавшим в предыдущей группе Джона, Стим Пакет. Кроме Джона и Рода в нее входили Джули Дрискл и Брайан Огер. Блестящая команда, увы, распалась. Как мне рассказывали однажды вечером, после выступления в Сент-Тропе, Род и Джули поссорились. И Джули выплеснула на белый костюм Рода бокал красного вина. Уверен, вы представляете, что произошло дальше. В любом случае, это был конец Стим Пакет. Тогда Джон нанял нашу группу «Блюзология», которая теперь и наяривала вместе с ним хип-соул и блюз в клубах и блюзовых подвалах по всей стране и дальше. И это было здорово, несмотря на несколько странные представления Джона о подборе песен. Наши музыкальные сеты в своей оригинальности порой доходили до безумия. Допустим, начинали мы с настоящей блюзовой классики «Times getting tough and tough», «Хучи-кучи мэн», и публика, считай, была уже в доску наша. Но тут Джон внезапно менял концепцию и решал спеть «Молотилку», новинку из West Country фривольного содержания вроде тех, что горланят пьяные рэкбисты, «Корабль Венера», например, или «Эскимосочка Нелл». Джон даже имитировал характерный юго-западный акцент. Потом, по его плану, мы исполняли что-то из великого американского песенника. «It was a very good year» или «Every time we say goodbye». И он изображал американскую джазовую певицу Деллу Рис. Не знаю, с чего он взял, что публика ждет от него молотилки или подражания Делли Рис. Но, к счастью, он был абсолютно в этом убежден, и явное свидетельство обратного нисколько его не смущали. Моды, сидящие в первом ряду, пришли послушать легенду блюза, долговязого Джона Болдри. И вот теперь, не переставая жевать жвачку, глазели на сцену с нескрываемым ужасом. Что, черт возьми, вытворяет этот мужик? Это было забавно, хотя мне самому приходил в голову тот же вопрос. Потом разразилась катастрофа. Джон выпустил сингл, который стал хитом. Очевидно, в таком случае следует радоваться. Но «Let the Heart X Begin» была сладенькой, весьма посредственной балладой в духе выбора домохозяек. Ничего похожего на ту музыку, которую должен создавать звезда блюза, долговязый Джон. Новый хит неделями занимал первые строчки чартов, и его постоянно крутили на радио. Я мог бы сказать, что понятия не имею, почему Джон так поступил. Но на самом деле я знаю причину и нисколько его не осуждаю. Он вкалывал на музыкальном поприще долгие годы, и лишь теперь ему удалось заработать хоть какие-то деньги. Блюзовые подвалы перестали нас приглашать, и мы начали играть в клубах до ужина, где платили больше. Иногда отыгрывали по две программы за вечер. И никого здесь не интересовали ни роль Джона в развитии британского блюза, ни его виртуозное мастерство и...